МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это проект «Поверь в себя» и я его ведущая Оксана Байкина. Обычно в преддверии Нового года принято рефлексировать, вспоминать все то хорошее, что произошло с вами за год. Команда проекта «Поверь в себя» решила сделать это вместе с вами, дорогие телезрители, и вспомнить те яркие эмоции, переживания, те светящиеся счастьем лица, которые были у наших участниц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта программа будет не совсем обычной. Мы сегодня не будем преображать участницу, а поговорим с вами о том, где можно интересно провести новогодние праздники с семьей, что поставить на новогодний стол, какую подобрать прическу и макияж. А наш стилист даст ценные советы, какие образы подобрать, в зависимости от того, где вы собираетесь провести Новый год. А начнем мы сегодня наше путешествие с одесского дельфинария. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немо уже давно стал тем местом, где обязательно стоит побывать каждому одесситу и гостю города. Великолепный отель, несколько ресторанов, океанариум, дельфинарий и центр дельфинотерапии – все это собрано в Немо. У вас новогодние каникулы, и вы хотите придумать развлечение для всей семьи. День, проведенный в комплексе Немо, вы будете вспоминать весь год. Посмотрите, что вы можете испытать, если решите поплавать с дельфинами. День, проведенный в комплексе Немо. День, проведенный в комплексе Немо. Немо захотелось есть. И поэтому мы приехали в ресторан «Оседа», где нас сегодня допустят на кухню приготовить супервкусный салат. Причем, что самое интересное, этот салат будет еще легким и полезным. А ведь как это важно во время новогодних праздников. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Евгений. И сразу фартук. Моментально. То есть я чувствую себя сразу вашим помощником. Значит, буду называть вас шефом. Спасибо. Вам спасибо, что допустили нас святая святых. Что мы будем готовить сегодня? Сегодня мы будем готовить грилобный салат с овощей гриль и смесом салата под соусом байзамик. Это все с одобрения Натальи, я так понимаю. Конечно. Я стою тут и тщательно просматриваю все, что выкладывается на стол. Командуйте, что делать. Нарезаем протажа. Затем нарезаем кабачок. Давайте я что-то нарежу. Очень тонко нарезать не нужно, потому что овощи потом будут суховатые, чтобы они были более сочными, но где-то сантиметр. Ой, а можно попрошу вашей помощи? Я понимаю, что шеф должен только командовать. Да, я как раз немножко расскажу о том, что овощи с мясом будут в салате максимально раскрывать друг друга. Овощи гриль – это самая полезная цена. Многие думают, что овощи, например, в вареном виде полезны, но хочу сказать, что когда овощи варятся, это касается даже и мяса, в том числе, очень многие витамины остаются в воде. По поводу куриного мяса, там максимальное количество белка и минимальное жиро, поэтому как для сытного стола, то, наверное, это самый идеальный вариант будет. Мы вообще сегодня все делаем правильно. И овощи, и на гриле, и нежирное мясо. Что мы делаем дальше? Теперь берем все овощи, смешиваем вместе, выкладываем мисочку в тарелочку, куда угодно, соответственно солим, перчим, добавляем оливковое масло. Ну вот не оказалось дома оливкового масла, скажите, такой салат не испортит? Нет, конечно. Сейчас, наверное, настало время и с курицей как-то заправить ее, да? Я даю вам перчик черный, вот так как-то. Соль. Добавляйте растительное масло, перемешивайте ложечкой, дайте постоять 5-10 минут. Теперь мы эти овощи обжарим на сковородочке, либо на сковородке гриль, у нас есть контактный гриль. Да, здесь все профессионально, я вот хочу спросить, а если в доме нет сковородки гриль, но очень хочется приготовить такой салат, есть только в духовке функция гриль, подойдет. Совершенно правильно. Основные все функции и витамины салата все останется. Как это все красиво смотрится, просто картина. Ну что ж, засекаем буквально 5 минут. Если он так быстро готовится, такой салат можно прямо дома к ужину, каждый день практически готовить. Хотя я думаю, что он будет очень красивый и праздничный. И что хорошо еще, Оксана, что овощи печеные можно как в теплом виде, так и в холодном. То есть на утро еще останется? Да нет, до утра и не останется. Они слишком вкусные, чтобы оставлять до утра. Значит, можно овощи, в принципе, если ты говоришь, что они хорошо и хранятся, и вкусные достаточно, даже в холодном виде, можно заготовить заранее, и потом еще сделать какие-нибудь интересные салаты. Потому что наверняка 1 числа придут гости, и 2, и так до конца января. То есть пока овощи я снимаю, курица, наверное, должна еще дожариваться, да? Первые снимаем баклажаны, а потом кабачки. Появилась решеточка, овощи, в принципе, готовы. Во-первых, это очень всегда красиво смотрится. Так. А что с помидорками? Помидорки переворачиваем на другую сторону. Стоянно еще постоять, немного ручка. Опа! У нас даже курица подоспела быстрее, чем курица. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть мы поймем заключительные части нашего салата. Мы к овощи. Вот мы сложили их так, чтобы удобненько было. Так. Вот. Берите ножик. Ага, тут еще придется их резать. И пополам. Здесь в салате очень правильно подобраны овощи в цветовом соотношении. Цвет овоща говорит о том, насколько он полезен, какие в нем есть витамины и когда его нужно применять. Берем салат. Лоло. Все, что есть на привозе, все используем. Зелень используем в этот салат. А рукола тоже сюда идет? Нет. Рукола... Она такая горьковатая немножко, да? Ее сюда не нужно класть. Рвем аккуратненько салатик. Всякого вида салат. Ну, тоже, чтобы не перемельчить, я так понимаю, да? Совершенно правильно. Чтобы он мог помещаться на вилку, на ложку. Салат и всю зелень, которую ты покупаешь на рынке, если у тебя есть лишних 15 минут, лучше предварительно замочить в воде. Для того, чтобы пестициды хотя бы процентом на 60 впитались в воду. Теперь берем мисочку. Овощи совмещаем с овощами. Ты так бережно их перекладываешь. Да, я когда-то очень приеду. Очень, да. Боюсь, чтобы они не развалились как-то. Оно же должно еще как-то красиво быть. В курочку добавляем салатик. Берем наш добрый соус. А что это за красивый такой соус? Это соус на основе соуса чили, боземического уксуса, соевого соуса и оливкового масла. Дома можно самим такой соус сделать. Бережно, аккуратно перемешиваем ингредиенты салата. Такой соус сохраняет надолго сочность в овощах и мясе. За счет масла и за счет уксуса создается тоненькая пленочка на продуктах. И я думаю, что и в 12 часов, и в 2 часа ночи этот салат будет вкусный и сочный. Я думала, честно, что оно будет такой, ну вот горочкой, просто мы ложечкой переложим и все. Ага, не тут-то было, тут тоже есть свои секретики. Ну, повар это особая профессия. Можно я задам вам вопрос, шеф? Конечно. Вы готовите дома? Нет. Это вы измечательные жены, которые это все делают. А на Новый год вы будете помогать жене? А я работаю. Господа, приходите в ресторан Седа. Здесь наш прекрасный шеф накормит вас вот такими вкусными салатами. Спасибо вам огромное. Это действительно заняло очень мало времени. Это действительно продукты, которые легко найти практически в любое время года, если я не ошибаюсь. И мы пойдем есть, ладно? Приятного аппетита. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. Овощи-гриль с курицей, листьями салата, заправленные пикантным соусом. Очевидно, вкус такого салата скажет о том, что вы идеальная хозяйка. А простота его приготовления позволит сэкономить время на то, чтобы отдохнуть и выглядеть привлекательной в новогоднюю ночь. Ни один Новый год не обходится без того, чтобы девушки, женщины не подумали о том, как они будут выглядеть во время празднования Нового года. И мы находимся сейчас в салоне Бриджит, где мастера этого салона каждый раз создают удивительные образы нашим участницам. Я хочу у Татьяны, мастера этого салона, спросить, какие же тенденции в окрашивании, в прическах ждут нас в 2016 году. В тренде Нового года будут блондинки натуральных оттенков, такие как бежевый, песочный, карамельный, золотистый, медный. Пепельные блондинки, холодные, приветствуются только в коротких стрижках. В Новом году будет мода только на теплые оттенки. Что касается брюнеток, остается в тренде цвет фиолетовый и синий, нюансы. То есть это брюнетка с отливом немножко фиолетовым на солнце. Также остается в тренде калифорнийское, венецианское милирование, амбре. Поэтому если девушке красиво в каком-то цвете или в каком-то нюансе, оттенке, то, естественно, это всегда будет модно. Да, главное, чтобы было ощущение у человека внутри, что ему это подходит, и он себя в этом комфортно чувствует. А что касается причесок? Остается в тренде локон. Локон естественный. Локоны – это всегда очень красиво и всегда очень празднично. Но а что делать девушкам с прямыми волосами, у которых бывает зачастую локоны просто не держатся долго? Такие волосы можно сделать очень красивое плетение и дополнить какими-то нюансами, локонами. Что же мы будем делать сегодня? Если учесть, что на моем примере мне бы хотелось показать нашим женщинам, вот как можно трансформировать прическу в зависимости от того, где вы празднуете Новый год. Мы сделаем прическу-конструктор. Ее сможет сделать и повторить, в принципе, любая девушка, в которой есть дома утюжок или же плойка. Но это в том случае, если она не успела записаться в салон Бриджит к мастеру Татьяне. Мы накрутим красивые локоны. Эти локоны можно будет подобрать, и у вас уже будет совсем другой образ. Мне не терпится уже. Давайте начинать. В поле мы сегодня делаем вечерний новогодний макияж, то я думаю, что следует отметить тенденции следующего года. Самое основное, как в прошлом, так и в следующем году, это естественность в первую очередь. Мы только лишь делаем акценты на самых выгодных и необходимых местах. И акцент должен быть на лице один. Это либо глаза, либо губы. То есть это уже индивидуально человек себе подбирает? Конечно, это индивидуально. Ну и как бы в этом году стартанула у нас мода на яркие темные губы. Это начиная темно-бордовое, заканчивая черным оттенком. И темно-синие, и темно-зеленое, и темно-фиолетовое. То есть это не только на Хэллоуин будут носить девушки? Нет, это в тренде, это на показах на последнем фэшн-вике в Париже было самым модным и самым трендовым. Меня интересует, а стрелки? Сохраняются? Стрелки – это всегда классика, это всегда модно, но только лишь для вечернего макияжа, для того, чтобы подчеркнуть глаз. То есть такие обширные, широкие графические стрелки, ну, редко используют девушки на сегодняшний день. Но мы соблюли все то, что я тебя просила, да, такой, в принципе, универсальный вечерний макияж, под который можно будет подбирать уже разные образы одежды. Да, можно будет и как под платье вечернее, так и под коктейльное платье. Это все можно комбинировать. Сейчас очень модно смешение стилей, как в одежде, так и в макияже. Вплоть до того, что мы часто видим джинсы и красные губы, притеска и футболка. Ну, то есть главное, чтобы это выглядело гармонично. Ну, в общем, здорово, что и мы в тренде. Торгово-развлекательный центр «Ривьера» – это действительно то место, куда нельзя не приехать перед Новым годом. Ведь здесь можно найти подарки для себя, любимой, для всей семьи. Пойдемте посмотрим вместе в витрины, прозглядываем, что же здесь есть интересного. Как же мне нравятся все эти новогодние витрины. Они тоже создают определенное настроение. Любимый United Colors of Benetton. Если вы выбираете для себя яркую одежду на каждый день, то, безусловно, вам в этот магазин. Если вы захотите себя побаловать какими-нибудь новыми красивыми побрякушечками, украшениями, которые явно создадут рождественскую, новогоднюю атмосферу в вашем доме, то не примените зайти в English Hall. Дорогие мужчины, я знаю тот самый магазин в торгово-развлекательном центре «Ривьера», где вы сможете порадовать своих женщин. Это магазин браслетов, наборных браслетов «Пандора». Посмотрите, какая красота. Сегодня был очень насыщенный день. Наконец-то для наших зрителей он завершается, я бы так сказала, показом образов, таких интересных, которые можно подобрать для разных случаев празднования Нового года. Ирина, рассказывай, что это на мне такое? Я для начала хотела отметить, что мы находимся в магазине «Дэнни Роуз». Это наш постоянный партнер. И здесь можно подобрать очень много интересных нарядов для празднования Нового года. Комбинезоны, они в последнее время в моде. И тем более таких ярких цветов. И это очень практичная вещь. Но я бы предложила отправиться в таком наряде в ресторан со своим любимым человеком. Я думаю, что и подобного рода прическа, если сделают наши телезрительницы, то тоже, на мой взгляд, подходит для того, чтобы пойти провести Новый год в ресторане. Да, это в целом смотрится очень гармонично. Ирина, дай я угадаю, куда можно пойти в таком платье? Наверное, в клуб. Однозначно. Девушка в таком платье будет звездой любой вечеринки. Ну а когда же, как не на Новый год, позволить себе использовать столько блеска для себя любимой? Как, кстати говоря, и обещали мне в салоне Бриджит, прическа оказалась трансформером. Для похода в ресторан мы рассматривали собранные волосы. Но все-таки для вечеринки я бы рекомендовала распущенные волосы, чтобы чувствовать себя более естественно и более свободно. Очень приятно отметить, что обувь для первого и для второго образа мы подобрали в магазине Топ Шуз. Топ Шуз. Действительно, в них очень удобно. И я уверена, что я с легкостью провела бы всю новогоднюю ночь даже на таком высоком кубуке. Новый год – это в первую очередь праздник семейный. И поэтому я бы хотела, чтобы все женщины вспомнили о том, что они женщины, надели красивые длинные платья. И даже если они остаются дома в этот праздник, в кругу своей семьи, чтобы они не забывали быть нарядными. Этим платьем тебе удалось показать, насколько нарядной можно быть. Еще хочу обратить внимание, что это замечательное платье и аксессуар к нему мы подобрали в магазине Мода Бар. Очаровательное кольцо великолепно дополняет этот образ. Ир, а вот если предположить, что 31 декабря, как у нас обычно в Одессе бывает, после двух часов ночи начинает кружить легкий снежок, и всей семье хочется наконец-то уже поздороваться со снегом и прогуляться после боя курантов. Тогда я порекомендую дополнить это чудесное платье таким превосходным аксессуаром, как меховая жилетка. Как всегда, есть интересные сюрпризы. Я думаю, что действительно подобный наряд украсил бы любую девушку и женщину. Спасибо большое магазину Мода Бар. Здесь действительно, как всегда, очень интересная коллекция. Ах, жаль, что у нас так мало времени. Мы бы все это показали нашим любимым одесситкам, нашим любимым телезрителям. Ну, честно говоря, я попросила бы тебя все-таки пройтись по коллекции и показать, что еще можно интересного приобрести в этом магазине. Дорогие наши телезрители, дорогие наши участницы, бывшие и будущие. Весь год мы трудились над тем, чтобы создавать вам настроение, чтобы создавать веру в самих себя. Мы хотим пожелать вам добра, удачи, большого везения и настоящего волшебства в новом году. Если вы запланировали себе в наступающем году какие-то изменения, пожалуйста, найдите в себе силы и воплотите эти планы в жизни. Ну, а если вас нужно немножко подтолкнуть, пишите нам. Мы всегда рядом. С Новым годом!